Итак, добрый день! Сегодня мы с вами будем производить настройку наших фасадов двухмерных для дальнейшего оформления нашего чертежа. То есть из трехмерного вида мы будем оформлять чертеж для двухмерной нашей проекции со всеми толщинами линий по ГОСТу и посмотрим, как это делается. Итак, для начала что я делаю? Выбираю любой из фасадов, который мне понравится. Я в дальнейшем покажу инструкцию по тому, как производится настройка. Сейчас, секунду, посмотрю, все ли у меня настройки уже отменились. Конкретно я вижу, что у меня топография. Да, все нормально. Итак, что мы с вами будем делать? На данный момент мы сначала скроем то, что нам не нужно для одной проекции нашего фасада. Сразу же повторю, что я покажу на примере одного фасада, сделаю шаблоны, как сделать все оставшиеся три наших фасада. Быстро и безболезненно. В большинстве своем. Что мы с вами делаем? Заходим во вкладку «Вид», «Видимость и графика». «Видимость и графика» мы сначала убираем галочки. Можно скрывать через лампочку, но это будет дольше, чем если сейчас автоматически все скроем. А конкретно «Видимость и графика» мы убираем галочку с антуража. Это часть наших семейств, которые мы с вами загружали в проект. Это могут быть семейств, связанные с озеленением и с ограждением вокруг нашего участка. Без разницы. Убираем галочку с антуража. Убираем галочку с озеленением. Перехожу во вкладку «Категории аннотаций». Убираю галочку с уровней. Мне не нужно, чтобы они отображались. Нажимаю «Ок». Те элементы, которые у вас не скрылись, возможно, они к другой категории относятся. Изначально человек, который создавал их, либо вы создавали, но заносили их в другую категорию. Скрываем уже через лампочку «Скрыть элементы». Давайте произведем настройку в дальнейшем. Теперь нам нужно понять толщины линий наших основных элементов. А для этого я перейду во вкладку «Управление», «Дополнительные параметры», «Веса линий». В данном случае я смотрю, что элемент... Да, я сейчас уровень детализации еще настрою. Наша проекция отображается в масштабе 1 к 100. Соответственно, меня интересует колоночка 1 к 100 мм. Вот она. Меня интересует маркировка, которая присвоена к данным толщинам линий. По ГОСТу будем настраивать. Для нашего масштаба 1 к 100. Мы берем, во-первых, линия по ГОСТу тонкая. Это от «С», деленная на 3, до «С», деленная на 2. Толщина линии «С» это принимают обычно 0,5 мм. И смотрим, наибольше всего нам подойдет линия марки 2. 0,18. Дальше. Для заполнений, для оконных, точнее, проемов и дверных проемов и витражных нам подойдет марка 4. Наша основная толстая линия «С», которой будут все контуры нашего здания, марки 5. Уровень земли у нас с вами идет по ГОСТу. От 0,7 до 1 по российскому. Соответственно, подойдет либо марка 6, либо марка 7. То, что вам подойдет, вы сами будете выбирать. Что я делаю теперь? Я захожу, я запомнил данные обозначения, либо их себе записал, если у вас на вскидку, вы так не можете запомнить, тонкая линия марки 2. Четвертая марка – это оконные и дверные проемы. Пятая – это толстая основная. И шестая, либо седьмая земля. Что я делаю? Вкладка «Вид», «Видимость» и «Графика». Нахожу, начинаю настраивать наши основные линии. Если у вас есть колонны, не забудьте еще и про них. Но я их автоматически, хотя у меня на этом фасаде колонн нет, но мало ли они будут с других сторон. Нахожу колонны в окладке категории моделей. Проекция поверхности. В данном случае это как будет отображаться толщина линий моей поверхности. Меня интересует линия. Для колонн ставлю толстую линию марки 5. Колонны всегда на фасадах толстыми линиями, вне зависимости от того, что архитектурные они или строительные. Крыши марки 5. Дальше. Перекрытие. У меня фундаментная плита выполнена через функцию перекрытия. Она будет толстая, фундаментная. Перекрытие мы будем перенастраивать вручную. Еще с этим и разберемся. Перекрытие. Переопределить. Марка 5. Дальше. Стены. Стены. Марка 5. Пятое. Мы настроили с вами основные толстые наши линии. Давайте теперь перейдем к нашим тонким. Марка 2. А конкретно это все архитектурные элементы, обобщенные модели, витражные системы и прочее. Начну с наших витражных систем. Витражные системы. Раскрываю древо. На самом деле можно выделять только тот элемент, который вы видите. Если вы в этом разбираетесь. Если нет, ничего страшного. В случае тонких линий вы ошибку не совершите. Поэтому можно зажатой клавишей shift и левой клавишей мыши выбрать все. Переопределить. Тонкая линия. Марка 2. Дальше. Дальше. Двери. Точно так же раскрывая древо. Один раз нажимая левой клавишей мыши по первому показателю. Зажатой клавишей shift по последнему. Переопределить. Марка 2. Дальше. Окна. Раскрывая древо. Зажатой клавишей shift. Переопределить. Марка 2. Если вы делали элементы вашего антуража, лепнины, различные русты, карнизы, наличники, в том числе и по моей инструкции, они относились у нас с вами к обобщенным моделям. Нахожу обобщенные модели. Обобщенные модели. Выделяю все. Марка 2. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Мы с вами будем теперь скрывать и настраивать все ненужные нам в данном случае элементы. А конкретно это открывание нашего окна, двери и прочее. Я захожу во вкладку изменить, либо подсвечиваю любой элемент. У меня есть возможность изменения линий. Она так и называется команда. Линии. И здесь по умолчанию у всех есть невидимые линии в таких угловых скобочках. Нажимаю на нее. И нажимаю на линии нашего окна, чтобы они стали невидимыми. В случае двери так сделать не получится. Скроется весь элемент двери. Давайте теперь посмотрим, как в случае двери нам с вами быть в данном порядке. Мне нужно открыть редактор семейства. Перейти на фасад. И здесь либо воспользоваться опять точно так же скрытием линий, либо просто их удалить без сохранения. Сейчас мне они не нужны. Я мог их удалить, а могу и скрыть. Загрузить проект и закрыть, не сохраняя данное семейство, так как я ее редактирую только для этого проекта. И заменить существующую версию и значение параметров. Я вижу то, что линии открывания двери у меня исчезли. Теперь разберемся с небольшими косяками. А конкретно это соединение стен, если они располагаются на одной прямой, в данном случае и эта стенка, и ниже стоящая располагаются на одной прямой. У меня нету выступа объекта. Чтобы убрать это соединение, я воспользуюсь функцией во вкладке «Изменить» при соединении элементов геометрии. И соединяю с ниже стоящими стенками. Здесь у меня балкон. Я ничего здесь дальше не проделываю. Для нашего перекрытия, перекрытие всегда тонкими линиями отображается. Я выделяю его, правой кнопкой мыши нажимаю по нему. Переопределить графику на виде для элемента, в данном случае только для элемента. Что я делаю? Во-первых, в данном случае в 20-й версии меня интересует проекция наших линий. Образец я не трогаю. Вес моей линии. Марка 2. Вес линии. Марки 2. Ок. Я вижу то, что здесь у меня еще соединение моих стен отображается. Вручную их изменю. Воспользуюсь линией. Но прежде чем у меня здесь в линиях, нет возможности создания тонких линий. Поэтому давайте их отредактируем. Я перехожу во вкладку вид. Ой, прошу прощения. Во вкладку управление. Управление. Дополнительные параметры. Стили линий. Здесь в линиях у меня как раз есть и та невидимая, но нету тех, которые мне нужны. Давайте создадим их собственноручно. Под категорией создать. Эта линия будет 0,5. Толстая линия. Сразу же задам ее для проекции вес. Марки 5. Создам еще одну линию 0,18. Проекция для данной линии будет марка 2. Создам еще одну линию 0,35. Это будет у меня заполнение оконных моих и дверных фреймов. Марка 4. Марка 4. Линия земли мне уже пока не нужна. Но давайте сразу же создам. Создать. Единица. И это будет марка 7. То есть 1 мм. Окей. В данном случае мне эти линии необходимы для настройки конечной толщины. Здесь я вижу то, что у меня еще стенки выступают. Если это возможно, соединяю. Если нет, настраиваю вручную. А конкретно воспользуюсь изменением линий. Тонкую беру 0,18. И настраиваю толщину для данных линий. Проверяю вручную и корректирую. Чтобы избавиться от точек, в данном случае у данной стенки, вот эти толстые точки, я сейчас приду к этому, когда будем редактировать с вами окна и двери. Давайте как раз будем с этим работать. Я выделяю стенку, где у нас с вами есть окно. Нажимаю на очки. Изолировать элемент. Здесь как раз вот эти точки. Для начала что я делаю? Правой кнопкой мыши переопределить графику на виде для элемента. Ставлю для данной стенки проекцию линий вес сначала марки 2. Точки у меня автоматически уйдут. Теперь вручную, воспользуюсь линиями, выделю 0,35. Сначала общелкаю границу нашего окна. Раз, два, три, четыре. Теперь граница моих стен. Линии 0,5. Раз, два, три. Ну и здесь общелкаю. И посмотрим, нужна ли она нам вообще или нет. Нажимая на очки, восстановите исходный вид. Вот таким вот образом. Это ручная настройка толщин линий. И настройка всех основных границ. Если у вас есть шапка зонта вентканала, не забудьте настроить там толщину линий. Что я делаю далее? Настроим нашу топоповерхность. Чтобы настроить топоповерхность, чтобы я не видел штриховки нашей поверхности земли, для начала что я делаю? Захожу во вкладку вид, видимости графика. Нахожу топоповерхность. Топоповерхность, топографию. И убираю в штриховке, во-первых, настраивав топографии, линии для сечения. В данном случае, прошу прощения, вам вначале говорил, что линии нашей проекции. Нет, оставляю ее без определения. А вот линии сечения, так как все-таки земля у нас с вами режется, марка пятая, штриховка, я убираю галочку видимой. Могу из заднего, из переднего плана сейчас убрать. В ранних версиях, здесь было просто убрать штриховку, галочка одна стояла. Соглашаюсь с выполнением данного действия. У меня ушла штриховка поверхности моей земли. Что я делаю далее? Внизу у моих очков есть возможность показания области обрезки и обрезать наш вид. Давайте включим отображение показания области обрезки. Подвинем вид к нашему элементу. Функция обрезать вид у меня активно. Если я его выключу, вы увидите, что земля теперь у нас просекает все насквозь. Обрежу данный вид. По-моему, я для топографии не ту толщину линий поставил. Вид, видимости, графика. Топография, да, марку пятую поставил. Нужно было марку седьмую. Идем дальше. Могу отключить для показания подрезку моего вида. Следующая настройка. Оси. На фасаде отображаются только крайние оси наших элементов. А соответственно, в данном случае ось 2 и ось 3 мне вообще не нужны. Я выделяю их с зажатой клавишей Ctrl. Скрыть элемент. Все остальные оси мне обязательно нужно, чтобы они не скрылись у меня на двухмерных моих планах. Что я делаю? Подсвечиваю их. И нажимаю. Вот здесь у меня функция 3D есть. 3D. Нажимаю на нее, чтобы она перешла к двухмерной грани. То есть отвязалась от трехмерной плоскости, привязалась к двухмерной. Отвязываю обе моих оси. Отключаю отображение кружочка сверху. Продлеваю оси снизу. Активирую отображение кружочков снизу. Сами оси могу подрезать так, чтобы они шли только в начало моего объекта. Теперь настрою окружности моих осей, чтобы они отображались по ГОСТу. Что я проделываю? В первую очередь, я во вкладке, точнее не так, в диспетчере проектов нашим стандартным, раскрою семейства, если они у вас скрыты, то есть нажимаю на плюсик. Нахожу аннотационные обозначения. Аннотационные обозначения меня интересуют заголовок сетки окружность. Правой кнопкой мыши просто есть окружность 5 мм, а я выбираю окружность. Она есть у всех. Правой кнопкой мыши нажимаю на нее правка. Что я проделываю теперь? Подсвечу текстовую часть, нажму изменить тип. Копировать. Ставлю обозначение пятерка. Либо 5 мм. Либо 5 мм моя. Без разницы. Окей. Что я делаю? Задний план ставлю прозрачный. Текст выбираю ИСЭК-ПИУР. Он есть стандартный набор. Он наиболее приближенный к российскому ГОСТу. Не путать с ИСЭК-ТИУРом. Разница в одном символе, но на самом деле у ИСЭК-ТИУРа расстояние между символами большое. ИСЭК-ПИУР. ИСЭК-ПИУР. Размер текста 5 мм. И галочку на курсиве. Окей. Подсвечиваю кружочек. Захожу в левом верхнем углу типа размера в семействе. И меняю значение радиуса на четверку. То есть 4 мм. Но диаметр у нас с вами будет 8. По ГОСТу от 6 до 11. Нам это настроить. Окей. Что я делаю теперь? Во-первых, загружаю в проект и закрываю. Сохранить заголовок сетки. Можно сохранять. Можно себе сохранить отдельное семейство. Можно не сохранять. Заменить существующую вершину и значение параметра. Вроде бы как ничего не произошло. Подсвечу нашу ось. Зайду. Изменить тип. Обозначение заголовок сетки. Ставлю просто окружность. Я менял ее. Окей. Я вижу то, что у меня обозначения поменялись в моем проекте. Что я делаю теперь? Размеры в наших осях. И будем настраивать их так же по ГОСТу. Я воспользуюсь, перейду во вкладку аннотации параллельный размер. Ставлю расстояние между осями. Подсвечиваю размер. Подсвечиваю размер. Что я делаю? Изменить тип. Мог его скопировать, но я этого делать сейчас не буду. Меня это абсолютно устраивает. Проверяем. Засечка диагональ 3 мм. Дамя устроит. Вес линии марка 2. Вес линии засечек марка 5. Дальше что я делаю? Текст мой. Ставлю галочку на курсиве. Размер текста. Тройка. Отступ 0. Шрифт. Исэкпиур. Исэкпиур. Задний фон. Прозрачный. И соглашаюсь с выполнением данного действия. У нас с вами размеры поменялись. Следующее. Название нашего чертежа. Что я делаю? Перехожу во вкладку аннотации. Текст. Текст мы с вами нажимаем. Изменить тип стандартного. Мы с вами будем отдельно создавать текст для нашего названия чертежа. Копировать. Называю его Исэкпиур. 5 миллиметров. Высота текста в названии чертежа и обозначениях в осях 5 миллиметров. Во всех остальных случаях либо 2,5, либо 3 миллиметра. Окей. Опять же задний план прозрачный. Шрифт. Исэкпиур. Исэкпиур. Высота текста 5 миллиметров. Курсив. Окей. Ставлю обозначение. В данном случае это будет фасад. Фасад. И называется по нашим осям. Как я смотрю слева направо. Фасад 1,4. 1,4. Это будет обозначение нашего фасада. Следующее. Рядом с нашими фасадами должно быть отображение условных наших обозначений. Сейчас я попробую микрофон. Должно быть отображение наших условных обозначений. Какие материалы используются. Сразу же хочу сказать. Штриховка материала нашей металлочерепицы. Отдельным файлом будет прикреплено. Вы сможете его выбрать. Наибольше подойдет именно для отображения металлочерепицы. Штриховка Spanish 1, Spanish 2, Spanish 3. Но я об этом ссылкой отдельно скажу. Что мы с вами делаем. Заходим во вкладку аннотации. Легенда. Ставлю в любом обозначении. На любой стороне. Потом можно ее передвинуть. Рядышком с нашим фасадом. Нашу легенду. Появляется обозначение. Выбрать нумерацию пространства и цветовой схемы. Мы просто соглашаемся со стандартным. Ок. Подсвечиваем легенду. Заходим в изменение типа. В изменение типа нашей легенды. А, ну, подождите. В первую очередь сейчас нажму крестик. Мы должны посмотреть, какая штриховка у нас с вами выполнена в основных элементах. А в данном случае, как у меня с вами была сделана штукатурка. Штукатурка во вкладке моего представления это гипсовый штукатурный. Я могу найти ее, либо наиболее подходящую к образцу моей штриховки. И проверяю, чтобы у нее был цвет черный. Во вкладке нашей графика. Что я делаю далее? Закрываю все эти обозначения. Нажимаю на легенду. Изменить тип. Изменение типа нашей легенды настраиваю. Конкретно. Высоту, ширину образца. Ширина 15. Высота 10. Задний фон прозрачный. Дальше. Шрифт. Исекпиур. Исекпиур. Высота. Тройка. Курсив. Шрифт заголовка. Опять. Исекпиур. 3. 3 миллиметра. Курсив. Ок. Захожу в легенду. Конкретно подсветили ее. И сверху у нас есть функция редактировать схему. В редакторе схемы, если у нас здесь есть какое-то обозначение материала, подсвечим его и удалим. Если его здесь нету, мы с вами нажимаем плюсик. Добавляем первый наш элемент. В данном случае штукатурка. И к штукатурке можно подписать цвет, который вы будете использовать. Штукатурка либо белая, либо бежевая, либо та, которая вам понравится. Ок. Цвет выбираю черный. Образец. Либо нахожу гипсовый штукатурный, либо, если его нету, тот же подходящий к вашему фасаду. Ок. Гипсовый штукатурный. Цвета еще у нас с вами будут неопределены. Если вам необходимо добавить еще, предположим, металлочерепицу, здесь ее не отображаю, потому что я ее не вижу. Отображается только штриховка тех элементов, которые мы видим. Но давайте ее доредактируем еще. Редактирует схему, редактирует нашу легенду. Заголовок. Условное. Обозначение. И обязательно поставить двоеточие. Условное обозначение всегда идут с двоеточием. Ок. Чтобы у нас с вами элементы отобразились, нажимаю, если она у вас не подсвечена, условное обозначение, изменить тип. И ставлю отображение значений все. У нас с вами появилась подпись нашей штукатурки. Если вам необходимо подгрузить нашу металлочерепицу, нужно сначала задать необходимый материал. Если вы еще не задавали, то воспользуйтесь архивом и подгрузите ее как отдельный вид штриховки. Что мы с вами будем делать далее? Высотные отметки по нашему объекту. То есть привязка по уровням высотным. Что я делаю? Во-первых, вы должны знать, что высотные отметки у нас с вами без плюса и без минуса. Нулевые. То, что выше нуля с плюсом, то, что ниже с минусом. Сам ноль у нас без плюса и без минуса. Что я делаю? Захожу во вкладку аннотации. Аннотации. Линии детализации. Выбираю стиль 0.18 нашу. Либо линия марки 2. И провожу основные линии вспомогательные, которым будут крепиться мои основные высотные отметки. Все я проделывать сейчас не буду, проставлю только основные. Вверх наших гаражных вороты сразу же могут вылезти какие-нибудь ошибки. Низ моего фундамента я в данном случае увижу. Ограждение я не выношу. Даже балконное, потому что это считается архитектурные элементы. Вверх моей двери. Низ вверх окна. Обязательно. И так далее. Что мы делаем с вами теперь? Но это еще не все элементы, это просто основное. Если я буду расставлять сейчас все, у нас с вами очень будет длинное видео. Во вкладке аннотации есть функция высотная отметка. Высотная отметка нашего здания. В данном случае меня что интересует? Выбираем необходимую нашу высотную отметку. Нам необходимо использовать стрелка проекта в выпадающей менюшке. Теперь что я делаю? Изменить тип. Копировать я ее не буду, я буду менять собственноручно. Во-первых, первое, что я выбираю, во вкладке нашей графика. Я смотрю, чтобы цвет был черный, высотная отметка стрелка. Дальше. Размер текста. Исэкпиур. Ну, во-первых, сначала давайте высоту текста 3 миллиметра. Исэкпиур. Исэкпиур. Задний фон прозрачный. Прозрачный. Все остальное я не трогаю. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Что я делаю теперь? Один раз нажимаю левой клавишей мыши, это привязываю его. Второй раз нажимаю левой клавишей мыши, привязываю к нашей опорной плоскости. И ставлю высотную отметку. Снова. Раз, два, три. Раз. В данном случае два. Три. Раз, два, три. Это нажатие левой клавишей мыши. Потом я их могу выровнять и могу выровнять в одну прямую. Меня это пока не интересует. Дальше. Мы с вами должны изменить текст высотный для нашей отметки уровня земли. Но давайте я их уже доставлю. Создать экземпляр. Здесь сразу всплыла высотная отметка наших гаражных ворот. И вот как раз нулевая отметка, о которой мы с вами сейчас будем говорить. Как я уже говорил, она должна идти без плюса и без минуса. С окнами все хорошо. То, что касается нулевой отметки. Мы подсвечиваем нулевую нашу отметку. Изменить тип. Копирую. Можно оставить базовое обозначение. Либо поставить ей нулевое. 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 Что я здесь должен изменить? Во-первых, как убрать наше обозначение нуля. Мы с вами находим формат единиц. И убираем знак плюса. Окей. Окей. Теперь у нас ноль с вами без плюса и без минуса. И все элементы мы с вами распределяем. Как мы с вами настраиваем? Здесь у меня еще сместилось. Нужно будет его немножко поправить. Как мы с вами настраиваем управление стилем объектов? А. Объект аннотации. Вкладка объекта аннотации. Обозначение высотных отметок. Обозначение высотных отметок. И ставим тонкую линию. Марка 2. Либо я мог изначально, как поменять, никуда не заходя. Подсветить высотные отметки. Изменить тип. И поставить вес линий выносок марку 2. Вот таким вот образом. Далее. Настраиваем линии вспомогательные. Мы просто делаем их короче. Чтобы в итоге они у нас с вами нормально читались. В данном случае их даже можно уже в дальнейшем. Обратите внимание. Зажатые левые клавиши мыши. Я довожу до линии связи с остальными оставшимися высотными отметками. Здесь сразу скажу. Они у меня еще не все. Поэтому нужно будет еще их немного редактировать. В данном случае эту высотную отметку проще перепоставить. И их всех необходимо выровнять. Чтобы они нормально смотрились. Вот как-то таким вот образом. Дальше что мы с вами делаем. Мы настроили с вами высотные отметки. Отметки нуля и так далее и тому подобное. Следующее. Толщина линий для разделения элементов. Сейчас я вот здесь еще выровняю. Разделенные грани. Либо используемый другой материал для вставки. Если бы он был. Он должен обязательно выполняться тонкими линиями. Тонкие линии у нас с вами. Отображение их настраивается опять точно так же через видимости графика. Либо изолируется элемент и уже дорисовывается он. Предположим функции краска. Сейчас давайте я поставлю сразу же. Здесь вырежу якобы у меня разделение грани моей стены. Было и вставка элемента из другого материала. В одном из видео прошлых я показывал это. И здесь предположим у нас с вами другого типа штриховки отображались. Дерево то же самое. В данном случае штриховки поверхности дерева у меня нет. Поэтому мне нужно будет ее задать вручную. Зайти и настроить необходимый материал. А конкретно это. Ну во первых нужно запомнить было какое я дерево использовал в данном случае. Это дерево деревянная панель. Я захожу во вкладку управление. Материалы. Нахожу дерево деревянная панель. И вижу то что у меня передний план штриховки у меня нет. Штриховку дерева можно найти, подгрузить как угодно. Пускай вот это будет штриховка древесины. Использую штриховку древесины. И вот она у нас с вами появляется. Линия разделения материала у нас остается тонкой. Поэтому мы ее с вами не меняем. Последнее что мы с вами делаем. Вот этот фасад еще отрегулирую. Давайте все сделаю так чтобы выглядело по фэншую. Вот таким вот образом. Ну и древесину добавлю тогда. Редактирует схему. Добавить. Деревянная вставка либо деревянная панель. Деревянная вставка. Цвет ей черный также. И у меня древесина 2 насколько я помню я использовал. Древесина 2. И появится у меня сейчас штриховка для данной древесины. Деревянная вставка. Окей. Как мы с вами переносим все эти настройки для остальных наших фасадов. Я захожу во первых во вкладку вид. Шаблоны видов. Создать шаблон на основе данного вида. Даю ему имя фасады. Фасады. Появляется окно. Нажимаю окей. Перехожу на любой другой фасад. Пускай северный. Я вижу то что у меня здесь еще уровень не настроен. Давайте я его вот на этом фасаде покажу. Ну и покажу как он настраивается. Давайте для начала покажу. Я перейду на план площадка. В данном случае северный фасад. Я посмотрю где у меня располагается линия. При подсветке клювика моего фасада. Где у меня линия. Возвращаю ее назад. Возвращаю назад. Все остальные элементы меня устраивают. Вот он северный фасад. Теперь отображается так как должен. Что я делаю? Вкладка вид. Шаблоны видов. Применить свойства шаблона к текущему виду. Выбираю фасады. Все основные элементы у меня настроились с толщиной линий. Все что возможно было скрыть неручным скрытием тоже скрылось. Все остальное достраивается вами собственноручно по предыдущим пунктам инструкции. Вроде бы ничего сложного нет. На это занятие у нас с вами все. Всем спасибо, что были тут. Скоро увидимся. Достаточно объемное было, да? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok